Добрый день! Вячеслав Николаевич один из самых известных управленцев в нашем городе. Несколько лет вы возглавляли управление благоустройства и транспорта. И были, что называется, на передовой. Отвечали за такой самый важный социально значимый фронт работ, благоустройство, транспорт городской, дороги в том числе. В 2017 году вы возглавили территориальное управление по Первомайскому району. Ничего не путаю. С 2017 года. Я напоминаю, что все начальники территориального управления у нас находятся в ранге заместителей главы администрации города. И вот год 2022. Дмитрий Осипов покинул пост сети менеджера. 9 августа депутаты Кировской гордомы большинством голосов утвердили вас в должности исполняющего обязанности главы администрации. Ну а с 10 августа вы уже непосредственно приступили к работе. Сегодня получается четвертый день. Как проходят эти дни? Личными какими-то впечатлениями, эмоциями можете ли поделиться? Для меня, честно говоря, было таким удивлением. Начальником территориального управления по Первомайскому району вы остаетесь. То есть получается, что сейчас совмещаете две должности. И начальником территориального управления, и исполняющим обязанности главы администрации. Да, это так. Сейчас отвечаю сразу за все территории и вдвойне за Первомайский район. Я сразу же хочу подчеркнуть, что став исполняющим обязанности главы администрации, Вячеслав Николаевич завел свой телеграм-канал. Там уже более полутора тысяч подписчиков, если не ошибаюсь. Буквально полчаса назад заглядывал. И вы там оперативно информируете жителей города, своих подписчиков о своей работе. И что очень важно, в своем телеграм-канале вы еще и принимаете комментарии. Я посмотрел по ленте, отвечаете на эти комментарии, на те вопросы, замечания, которые там поступают. Так что прошу обратить внимание. Насколько расширился фронт работ? Я прекрасно знаю, что на протяжении долгого времени ваш рабочий день начинался с объезда Первомайского района. Чтобы посмотреть, лично убедиться, что где происходит, что происходит. Сейчас, получается, весь город начали объезжать. Поделитесь вот какими-то такими житейскими простыми моментами, чтобы понимали люди, слушатели наши, во сколько начинается вообще рабочий день исполняющего обязанности главы администрации. Обычно он у меня начинается сейчас с пяти утра. То есть я ненадолго забегаю в территориальное управление, смотрю, какие там вопросы еще остались вечерние. Прохожусь по центральной части города, где-то на автобусе, когда уже в шесть часов общественный транспорт начинает ходить. И в общественный транспорт захожу. Дальше уже перехожу в администрацию города Кирова. И там уже вопросы, связанные с функционированием городской инфраструктуры. Вячеслав Николаевич, поделитесь, как так вообще получилось, что именно выбор на вас пал исполнять обязанности главы администрации. Мы все прекрасно знаем, что в Рио губернатора Кировской области Александр Валентинович Сколов неоднократно положительным образом высказывался о вашей работе. Как вообще знакомство с Рио произошло? Я напоминаю, что с 10 мая Александр Валентинович у нас работает. То есть вот какие дела предшествовали тому, чтобы это решение состоялось недавнее в назначении вас исполняющим обязанности? Александр Валентинович начал знакомиться с территориями. Вот он и по области ездит, и в городе прогуливается. Поэтому в один из воскресных дней мне он позвонил, пригласил прогуляться по территории Пермайского района. В течение часа мы погуляли, посмотрели. Мне были заданы вопросы, вот почему здесь такое состояние, какие причины этого состояния, какие пути решения. Если не ошибаюсь, вы там на конкретные здания смотрели, жилые дома? Мы смотрели и проезжую часть, тротуары, и газонную часть, и дома, которые требуют капитального ремонта. После этой встречи, наверное, обратили внимание, в городе начали срезать газоны. То есть уже сейчас не просто кошение происходит, а газон начинает изменяться. Газоны срезаются с целью того, чтобы опустить их уровень над бордюрами. Да, привести в соответствие, чтобы тот грунт, который на них находится, не съезжал на проезжую часть, и меньше было и пыли, и грязи. Во время осадков, во время таяния снега, когда у нас вот эти переходные сезоны. А почему раньше эту работу нельзя было организовать? Или, может быть, она организовывалась, но не в таких больших, заметных масштабах? Скорее всего, находили более важные работы. Где-то, может быть, не хватало средств на проведение этих работ. Сейчас разбираемся со всем. Необходимо более комплексный подход осуществлять, в том числе и с зелеными насаждениями, деревьями, пнями, газонами и так далее. Эта работа, видимо, будет продолжаться, покуда у нас теплый сезон еще длится, пока не холодно, до наступления с лякотных осенних дней. Да, потому что уже с зелеными насаждениями, там, все мероприятия связаны с обрезкой, валкой. Это можно круглогодично все осуществлять. Став исполняющим обязанности главы администрации, какие первоочередные цели, задачи, основные моменты для себя, Вячеслав Николаевич, наметили? Каким темам, сейчас можем подробнее говорить, будет уделяться с вашей стороны первоочередное внимание? Ну, честно говоря, все направления работы, они являются первоочередными, то есть здесь нет ничего второстепенного. Все, что связано с дорогами, с тротуарами, с зелеными насаждениями, с аварийными домами, с переселением, с образованием, все вопросы очень важные. Понятно, что сейчас надо более плотно вникнуть в деятельность и самой структуры администрации, посмотреть, как это все улучшить, усилить. И, конечно же, у нас отопительный сезон не за горами, поэтому в первую очередь сейчас смотрим, какие работы ведутся по подготовке к отопительному сезону. Как у нас формируется титул по содержанию уличной дорожной сети, чтобы нам в зимний период никаких апокалипсов нам не поймать. Поэтому все, что связано с зимой, все, что связано с окончанием проектов, которые должны реализоваться в этом году, это и по городским программам, по областным, по федеральным проектам, которые люди инициировали в рамках ППМИ. И все должно быть закончено, передаться структурам, которые это должны содержать. У нас сейчас идет формирование бюджета, это тоже очень важный вопрос. Как мы сформируем бюджет на следующий год, так и будем работать. Поэтому все вопросы очень важны, вопросов очень много. Единственное, хотелось бы за несколько дней общения на других территориях, я понял, что не все люди понимают, что они могут активнее участвовать в жизни города и решать свои проблемы. Всегда привожу примеры, там, за речной части, вот микрорайон Гнусино. В эти выходные, во-первых, поздравляю всех строителей с профессиональным праздником, мы отметили День поселка, мы отметили День строителей, мы открыли новую футбольную площадку. То есть, вот за те годы, которые я работаю, вот это единичный пример, их таких очень много. Не было дорог, там не было освещения, не было никаких спортивных детских площадок, не проводились какие-то мероприятия. То есть, люди активные, они этого хотели, они это все поддерживали, и мы привлекали туда средства абсолютно разного уровня, и плюс еще и находили спонсоров, которые поддерживали людей во всех начинаниях, и депутаты всех уровней. И Кировской городской думы, и ЗАГС собрания, и депутаты Госдумы. Вот люди активные, и они делают жизнь лучше. Они не останавливаются на том, чтобы написать, допустим, только жалобу, какой-то пост и так далее. Ну вот, допустим, в Гане на воскресенье был, там встретились с одним активным человеком, но он даже никуда до этого не обращался, не узнавал, какие проекты существуют. А суть-то вопроса в чем, что хотят изменить? Вопросов очень много. Видимо, масса, да, комплекс такой. Да, то есть, там существует рядом крупное предприятие, которое паркует на газоне автомобилей, и он говорит, вот восстановите газон. Я говорю, понимаете, вас ведь не, вот не нужно, чтобы был именно тут газон. То есть, вам нужно, чтобы не было грязи. Я говорю, давайте мы все-таки встретимся с этим предприятием, раз есть такая необходимость парковать транспортные средства, так может быть здесь парковку сделать совместно. Дальше мы пошли, нашли какой-то открытый люк бесхозный, какие-то аварийные деревья. Я потом мне показал детскую площадку, которую они обустраивали. И, честно говоря, вот эту площадку в таком виде оставлять нельзя, потому что там находятся аварийные элементы, детские площадки, тренажеры. Небезопасно, абсолютно небезопасно. Вот она находится на теплотрассе. В общем, эту площадку надо в ближайшее время демонтировать. Но, опять же, опыт территории Первомайского района. У нас позапрошлом году было демонтировано 26 детских площадок, которые не соответствовали ГОСТу. Но мы на этом не остановились. Подожди, Вячеслав Николаевич, а как разрешали их вообще восстанавливать, раз они не соответствуют ГОСТу? Они давно стояли очень, то есть это, ну, прошлое, там, даже не 90-х годов, да. То есть когда-то кто-то что-то поставил, но мы на этом не остановились. Мы практически на всех территориях впоследствии, в рамках, опять же, грантовых конкурсов, наказов депутатов, проектах местных инициатив, мы практически все территории восстановили, но уже в другом виде. Уже соответствовали, чтобы они, да, предъявляемым современным требованиям. Соответствовали, да, и спокойно, и благоустроили, и прилегающие территории, и так далее. То есть вот моя задача-то все-таки сейчас, чтобы люди на всей территории города Кирова понимали свои возможности и активно принимали участие во всех мероприятиях. Какие-то первые шаги, может, сразу обозначить, и как повышать эту информированность людей, чтобы они были действительно в курсе существующих методов решения своих проблем? Соучастие, да, очень важное слово, соучастие. Ну, я считаю, что в данном случае у нас не так мало было информации, но, видно, все равно недостаточно. Поэтому сейчас с территориальными управлениями будем прорабатывать, какие территории у нас все-таки не охвачены. Ну, придется ножками еще раз все пройти, и если люди где-то что-то не знают, доводить до них эту информацию, привлекать их в активную фазу благоустроительную. А вообще, Вячеслав Николаевич, вот начав обозревать всю городскую территорию, территорию всего областного центра, насколько, на Ваш взгляд, ситуация разнится от района к району? Первомайский, Новоевецкий, Ленинский, Октябрьский? Или, в принципе, везде, в общем-то, одни и те же проблемы, одни и те же задачи, которые надо решать? Вот я бы по районам делить не стал, даже в Первомайском районе есть территории, где вот именно люди неактивные, это даже центральная часть вот таким моментом страдает, и они, ну, не участвуют практически ни в чем. Даже вот приходят заявления, жалобы, что вот нет участка тротуара. Вы там были... Срочно разоберитесь, да? Ну, вы не сделали, да, но вы же знаете, что у нас в рамках комфортной городской среды федеральной программы сейчас реализуются эти виды работ, и в первую очередь выполняются работы там, где рейтинговое голосование проходило, и люди больше голосов направили на эти объекты. По многим территориям просто голосование не проходило, имеется в виду, что люди не участвовали, не отдали свой голос за ту территорию, которая находится рядом с ними. Поэтому вот так и происходит. Но в любом случае у нас ежегодно, я бы сказал, уже сейчас десятки тысяч, наверное, квадратных метров благоустраиваются. Есть территории, которые требуют капитального ремонта и строительства и так далее, но их становится меньше. А вот исходя из того, что сейчас идет такая поддержка со стороны главы региона и внимания, и поэтому я думаю, что, в принципе, мы должны со всеми вопросами решить. Ну, все проблемы должны решить. Кроме того, вот последние дни провел еще встречи со строителями, они тоже готовы активно участвовать в благоустройстве прилегающих территорий. То есть те объекты, которые они строят, если подойти посмотреть вокруг и найти какой-то участок, который требует внимания, они, в принципе, изъявили желание принимать участие в обустройстве тротуаров, дорогах, освещениях. То есть вроде как территория к ним не относится, но они берут на себя, согласны брать на себя вот эту дополнительную нагрузку, да? Да, у нас таких примеров и раньше было. Мы много парков, скверов сделали, каких-то детских спортивных площадок как раз с участием застройщиков. Ну, если брать пример, вот самый крупный такой, это кироспецмонтаж. То есть вот микрорайон Озерки мы практически все лето какие-то площадки открывали и скейп-арт, вот как раз выходные открыли. Буквально вот на дне, да. Причем там кироспецмонтаж участвовал и в виде софинансирования. У нас там не хватало дорожки, чтобы подойти дорожку доделали. Проект, который у нас уже на протяжении трех лет мы делаем, это вот вокруг прудов. В том году в рамках ППМИ часть сделали, в этом году кироспецмонтаж уже вторую часть заканчивает. И помимо этого мы не ограничиваемся только на каких-то вот таких благоустроительных мероприятиях, если люди хотят отдыхать. То есть вот вечерки мы сейчас в Озерках проводим для более старшего. Вечерки? Такое теплое, знакомое слово. Уже три недели вот мы собирались, там полтора часа у нас детская программа, потом у нас для более старшего поколения там у нас и гармонисты, и певцы. В общем, на протяжении всего вечера очень много людей посещают, отдыхают, веселятся. Что касается, Вячеслав Николаевич, подготовки города к отопительному сезону, безусловно, не можем об этом не поговорить. Вообще, это лето, на мой взгляд, но оно какое-то достаточно тревожное в плане отключения горячей воды. Каждый день, каждый час видишь огромное количество сообщений в тех же социальных сетях о том, что довольно продолжительный срок люди без горячего водоснабжения остаются. С чем это связано с ситуацией? Или может быть это такое субъективное восприятие? Ну, с этим еще придется разобраться. Ну, вот с тем, с чем я столкнулся в первый день, это вот долгосрочное проведение работ земляных, вот как улица Преображенская. Преображенская, да. Наслышанная, да, я думаю. Просто пришли с постановлением, в котором было указано 30 суток на проведение работ. Понятно, с этим никак не мог согласиться, но вот ребята работают. Третий день, в принципе, уже виден финал. То есть, вот то, что мы озвучили, вторник, среда, там уже должны восстановить благоустройство. Я думаю, что это произойдет. То есть, в принципе, могут работать и заказчики лица КТК, и его подрядчики. То есть, вместо месяца, уже известно, проработают они до 17 августа. Да, это край. Ситуация, ну, действительно, мы тут уже до начала нашего прямого эфира говорили о том, что, ну, сейчас такое время подготовки и к новому учебному году, еще такая суета в семьях, родителей. Дополнительная нервозность, да, конечно, бы создавалась. Тут еще же изменение маршрутов общественного транспорта, когда такие перемены происходят, но это вот выбивает как-то из колеи, безусловно, горожан. Следите пристально, следите лично там, да, ведь тоже присутствуете и наблюдаете за их работой. Если брать другие части города, где идет какая-то перекладка, замена подземных коммуникаций, есть где-то еще сложность. Та же ситуация, то есть должна быть координация работ, там по, не буду говорить, улицу. Вопрос был восстановление благоустройства, они ссылались на то, что не могли найти подрядчиков. В принципе, эти вопросы тоже все решили, и в выходные все заасфальтировали. Вот там буквально сегодня там одна улица, на которой было перекрыто два квартала, она будет открыта. Вот, конечно же, бывают проблемы, связанные с тем, что нет каких-то сопутствующих материалов, но я думаю, тоже здесь надо какие-то другие меры предпринимать. То есть раскопали, увидели, допустим, сделали какое-то временное покрытие до того момента, чтобы все пришло, потом снова вскрыли. Ну, они же работают, допустим, я видел объекты, на которых происходит вскрытие, там ставят просто чопик какой-то, хомут, потом снова закапывают, участок не меняют, это происходит ежегодно. То есть раз они так могут делать, ну, тогда делайте и здесь так же. То есть вскрыли, необходима там какая-то задвижка, там еще что-то, но если она у вас не идет месяц, так вы тогда обратно закопайте, обеспечьте временный проезд, а когда она придет, снова вскрыли и закопали, чтобы не было такого, чтобы мы ждали там какой-то элемент там на протяжении нескольких месяцев. То есть на ваш взгляд ситуация такая недопустима, да, когда поверхность вскрыли, образовался большой провал, большая яма, а материалов нет, менять нечем. Наказывать в этом случае подрядчика, какие-то санкции к нему применять возможно ли сейчас? На сегодняшний день мы привлекать к административной ответственности не можем, у нас 336-е постановление Российской Федерации действует, но в некоторых случаях, Это называемый мораторий, да? Да, в некоторых случаях, когда у нас присутствует угроза жизни и смерти населению, мы можем обратиться в прокуратуру, согласовать внеплановую проверку и составить протокол об административном правонарушении. И та ответственность, которая имеется в виде там 200 тысяч рублей, она может быть применена. Ну, все-таки, да, такое большое пространство, когда оно перекопано, и когда нет каких-то там, тем более, защитных ограждений, это же создает определенные риски для безопасности жизни и здоровья жителей нашего города. А вообще взаимоотношения с подрядчиками в последнее время как складываются? Вы ведь давно с ними работаете? Я прекрасно помню по Первомайскому району, когда вы из раза в раз методично посещаете и настаиваете на том, чтобы соблюдались все сроки и нормативы принятые. Ну, кто-то, кто-то, в принципе, слышит, кто-то именно озвучивает свои проблемы, мы их совместно решаем, и вопрос не затягивается. Были у нас раньше подрядчики из других регионов, вот фирма экосистемы, МСЧИБАКСАР, там товарищи такие, можно сказать, неуправляемые, но в результате они все-таки там завершили свою деятельность на территории региона, получили значительные штрафы. Наверняка попали в список недобросовестных подрядчиков. Нет, там не предусмотрено это, но в любом случае прошли все судебные инстанции в течение года, и бюджет получил необходимую, как я считаю, компенсацию за тот урон, который они нанесли. Но ведь дата уже начала отопительного сезона обозначена администрацией, да? Это 15 сентября, то есть к этому сроку хотя бы основные моменты должны быть все-таки сделаны. Конечно, сейчас уже идет работа и по всем учреждениям образования, культуры и так далее. В принципе, результаты неплохие. Сейчас есть отдельные болевые точки, здесь уже мы их решаем совместно и с КТК, и с Газпромом и так далее. То есть прорабатываются различные мероприятия компенсационного характера, потому что на сегодня еще у нас имеются и аварийные котельные, которые действуют на сегодняшний день, но мы все равно как-то их стараемся заместить, либо предусмотреть резервный вариант на случай ЧАЭС. Это еще наследие советского прошлого, да? Да. Когда они много десятилетий уже отработали, и ветхое оборудование сейчас, и коммуникации, и подводные пути, и отводные пути, и так далее. Раз уж упомянули, да, подготовку к новому учебному году, как она проходит? Что удалось сделать в этом сезоне? Какие перспективы, планы еще на будущее? По образовательным учреждениям те школы и детские сады, которые были построены в последнее время, они уже все готовы. Есть некоторые замечания по тем учреждениям, которые уже десятилетиями служат, но, в принципе, серьезных вопросов и проблем нет. Я думаю, что мы зайдем в отопительный сезон без проблем. Сейчас больше стоит вопрос по оформлению паспорта готовности, потому что, как обычно, на первом этапе никто документы не несет, а когда уже в последние дни они приносят документы в КТК, и там, конечно, сил не хватает, поэтому обратились с просьбой, чтобы увеличили количество людей, которые обрабатывают эти заявки. Ну вот буквально недавно информация появлялась от администрации официально о том, что пока не очень активно процесс этот идет, получение паспортов, но это тот самый документ, который позволяет входить полноценно в отопительный сезон. Не знаю, может быть, еще какие-то факторы другие сказываются? Почему так нерасторопно? Ну это как раз... Управляющая компания, может быть, их позиция как-то... Всего помаленьку, но это еще раз отмечаю, что это не связано с тем, что у нас система находится в аварийном состоянии, а с тем, что вот до последнего всегда люди тянут с оформлением документов. Если бы они действовали расторопнее, то это бы было намного эффективнее. Я напоминаю, что мы беседуем с Вячеславом Симаковым, исполняющим обязанности главы администрации нашего города. Еще раз повторюсь, что буквально на днях Вячеслав Николаевич завел свой телеграм-канал, где он принимает в том числе и комментарии, замечания, предложения, с вопросами можно обращаться. Кстати, сам, Вячеслав Николаевич, видите, телеграм-канал. Да, конечно. Единственное, что я попросил своих коллег тоже внимательно смотреть те обращения, потому что я, конечно, ожидал такого объема, но не всегда есть возможность сразу же отвечать, поэтому есть определенные направления. Есть вопросы, которые не связаны с нашей деятельностью, поэтому мы стараемся их перенаправлять. Есть вопросы, ну, в общем, кого-то интересуют дороги, кого-то интересуют парки, кого-то еще что-то интересует, кого-то интересует мой живот, ну, вот, ну, это физиология. Знаете, я не сидячий человек, я постоянно нахожусь в движении, но у каждого есть свои проблемы, поэтому работаем над этим. Ну, вы же давно, собственно, входите в ранг управленцев, поуправленцев, да, городских, и вы прекрасно понимаете, что зачастую люди предпочитают лишь критиковать, не предлагая, да, какие-то хорошие, адекватные пути выхода из сложившейся ситуации, ну, видимо, привычка уже сформированная годами, да, вот так на критику больно не реагировать, или все равно получается как-то вот? Ну, мне нравится, что это, вот таких людей меньшинство. Большинство людей активные, позитивные, с пониманием, они стремятся к лучшему, и вот мы говорим о том, что у нас идет работа привлечения в территориальное общественное самоуправление, вот у нас на территории Первомайского района уже больше 30% населения в эту деятельность вовлечены, да, поэтому и нарастает эта работа, и активные люди готовят проекты. Вот сейчас, благодаря Александру Валентиновичу увеличен фонд, изменены некоторые пункты в порядке предоставления субсидий, и активность еще увеличилась. Подождите, продолжайте. Понятно, что будет конкурс, но у нас уже, вот могу сказать, там в Ленинском районе больше 120 проектов подготовлено, у нас в Первомайском районе там больше 50 проектов, то есть... Это тоже благоустройство? Это благоустройство, причем абсолютно разное направление, вот в рамках ППМИ и канализацию делали, и парки благоустраивали, и спортивные площадки, и фасады там разрисовывали, видеонаблюдение устанавливали, то есть абсолютно любые вопросы, связанные с благоустройством, возможны. Какие-то активно-массовые мероприятия, здесь у нас грантовые конкурсы, то есть, говорю, рычагов очень много, есть депутатские наказы, то есть главное быть активным, взаимодействовать с органами власти. Понятно, что проблем везде хватает, как говорят, в семье не без урода, но есть для этого и телеграм-каналы, есть обращение приемное и так далее, поэтому если кто-то не понимает, тогда надо до человека доводить. А единственное, что сказал коллективу, когда пришел, что это не ко всем относится, но мы должны менять свое отношение к людям и к работе. Мы продолжим обязательно нашу беседу после небольшой рекламной паузы. Вячеслав Симаков, исполняющий обязанности главы администрации нашего города, вернемся через минуту. Продолжается наш разговор с Вячеславом Симаковым, исполняющим обязанности главы администрации города Кирова. Первое большое радиоинтервью исполняющего обязанности. Вячеслав Николаевич, продолжаем. И вот сегодня традиционное совещание у Рио-губернатора Александра Соколова состоялось, где он представил вас, да, коллективу официально. И буквально хочу процитировать, уверен, что ваш профессионализм и доверие со стороны горожан будут во благо и вам удастся оптимизировать деятельность городской администрации. Честно говоря, не знаю, что подразумевал Александр Валентинович под словом оптимизировать. Ему, наверное, лучше задать этот вопрос. Но вот вы как поняли, что значит оптимизация деятельности городской администрации? Ну, я бы сказал, наверное, что более организованными мы должны быть единомышленниками в этом вопросе. Тогда, в принципе, вопросы все будут решаемы. Потому что, как я уже сказал, действительно, кто-то выбрал себе стезю, что вот он прочитал свою должностную инструкцию, и он в сторону уже никуда не отходит. Надо здесь все равно подходить немножко по-другому, искать какие-то другие подходы творческие. И вот, кстати, Александр Валентинович мне в нашу очередную встречу тоже помог. То есть был нерешаемый вопрос, который в рамках полномочий и органов местного самоуправления был нерешаем. И он говорит, ну вот нельзя же на этом останавливаться. Можем озвучить суть-то вопроса? Или не будем? Не буду. Не будем, хорошо. Но я думаю, что в будущем будет известно. Неформальные подходы, но в данном случае мне нужна помощь органов государственной власти. Вот он услышал, и буквально через сутки он провел совещание на своей площадке. И позвонили мне через день, и уже вот этот вопрос был решен через два дня. То есть здесь взаимодействие всех сторон, всех служб с жителями. Тогда будет достигаться результат. Мы знаем, что неоднократно Александр Соколов уделял внимание повышению качества работы органов власти с гражданами, с обращениями граждан. Он высказывал свое недовольство по поводу отписок так называемых. Говорил о том, что люди должны конкретно получать ответ на свой вопрос. Вам тоже в этом отношении придется переформатировать работу в городе? Тоже обратите на это внимание, потому что, судя по тем же жалобам от кировчан, неоднократно они ссылаются на то, что был ими получен неполноценный ответ. Непонятно зачастую, что происходит. С такой ситуацией сталкиваемся. Иногда, конечно, бывают вопросы не по назначению направлены. Здесь приходится просто перенаправлять. Когда-то вопросы приходят не по назначению, опять же, в другое управление, в другой департамент. Но вот со своими же разговаривал, как-то получил письмо на подписи. Там просто человек написал не наше и все. Я говорю, вот я с тобой не согласен. То есть это руководитель написал не наше? Да. Это сотрудник, так сказать, одного подразделения. Я говорю, во-первых, ты прочитал письмо, ты его изучил, ты выехал на место, ты увидел проблему, определил, кто должен ее решать. И вот ты должен ее направить по назначению, проинформировать об этом жителя и взять это на контроль. Раз это письмо тебе было отписано. А не так, что не мое и до свидания. Здесь как раз надо менять подход и в этом направлении. В общем, будете над этим работать тоже. Ну и буквально тоже на сегодняшнем совещании в Рио-Скалов сказал о том, что за недобросовестную работу министрам будут вручаться антиграмоты. Эта грамота повлечет за собой лишение премии, это репутационный ущерб, сказал Александр Валентинович, поскольку на федеральном уровне начнут считать, что в Кировской области работают лоботрясы, а кировчане, что им только обещают и обещают без конца. Какую-то вот мотивационную систему тоже может быть, есть желание выстроить в городской администрации. Ну уж я не знаю, антиграмоты вручать или не вручать, но... Ну в данном случае существует трудовое законодательство, то есть если человек не желает меняться, ну как бы смысл работать на этом месте. Кричать, ругаться, как бы не мой стиль. Если какие-то проблемы там есть, приходите, будем решать совместно. Если просто другие какие-то вопросы, ну это уже в другом месте. Ну вот так вот сейчас на данном моменте, посмотрев на людей, ну вы их безусловно прекрасно знаете, долгое время посмотрев вокруг, пока кадровых решений принимать не собираетесь или все-таки есть какие-то задумки? Нет, ничего такого не планируется, потому что вот и депутаты Кировской городской думы на двух последних заседаниях показали то, что вот будет избрана новая дума, и они уже будут там предлагать, помогать и так далее. Поэтому никаких кадровых решений не планируется. Вячеслав Николаевич, один из тоже основных острых злободневных вопросов для города – это дороги. Вот тоже, да, большое количество нареканий. В какой стадии сейчас находится процесс ремонта дорог в областном центре? Может быть где-то объективные причины задержки этих работ присутствуют? Какие-то другие нюансы, неурядицы? Ну тут смежный вопрос, организация дорожного движения, да, у нас. Перекрестки, которые постоянно звучат у нас в информационном поле, Щерса производственная, Щерса Попова тут добавилась. Ну давайте вот по порядку, у нас есть еще пять минуток, чтобы поговорить об этом. Ну пока сложно какую-то оценку давать после четырех дней работы. Ну я понимаю, да, все и сразу так навалить нельзя. Мы участвовали как территориальное управление, потому что общественные советы и все проходили, все обращения, которые имеются, мы совместно рассматриваем с профильными департаментами. Поэтому я считаю, что у нас сейчас имеется достаточная база по предприятиям, которые могут заниматься этим вопросом. У нас достаточное финансирование, единственное, что да, надо смотреть, как его распределять. Потому что бывает такая ситуация, где люди очень активные, там даже состояние-то может, как говорится, еще подождать, потерпеть. А где люди терпели, вот я вчера был в Ганино, там ужасная ситуация, но вот они никуда не обращаются, там надо принимать незамедлительное решение по каким-либо работам. Поэтому пока срывов никаких не предвижу, там по программам, по областным, по федеральным. Думаю, что все в рабочем порядке двигается. Тротуары делаем, дороги ремонтируем. Единственное, что на некоторых объектах появляются какие-то инженерные коммуникации, которые ранее были не отражены. Поэтому, да, приходится либо что-то выносить, либо там усиливать. Это вот, что касается газопроводов, там вот у нас проблема была на улице 8 марта. Там долгий процесс такой был согласования. И вот подготовки этих коммуникаций для того, чтобы осуществить укладку покрытий. — Городские парки, скверы тоже традиционно находятся в зоне вашей ответственности, в зоне вашего внимания. Нас, как известно, ждут перемены в этом отношении. Да, вот уже анонсированы работы в парке имени Кирова. Тут многие сейчас, горожане задались вопросом, а мы не познаваться ли в этом году? Все-таки там предельный срок работ 20 декабря, если не ошибаюсь. — Разные виды работ, поэтому будем смотреть поэтапно, какие виды работы осуществлять в первую очередь, которые можно осуществлять в более поздний период и без нарушения технологий. — То есть наблюдать все равно будете, все равно контролировать? — Конечно, я в этом заинтересован, как будущий интересант в плане содержания и так далее. — Ну и тут не могу не спросить, уже в завершении, получается, нашего разговора. Понятно, что нас ждут впереди выборы, затем формирование седьмого созыва Кировской городской думы, после чего, надо понимать, снова будет объявлен конкурс на должность главы администрации. Так ведь, да, по процедуре, видимо, будет. Я к тому, что хочу спросить, будете ли вы, Вячеслав Николаевич, заявляться на конкурс, который будет объявлен. Я напомню, что впервые на конкурс вы, по-моему, в семнадцатом году, да? — Да. — Было дело, заявлялись? Потом в двадцатом году тоже заявлялись. Ну и, соответственно, будет ли третий шаг сделан? Или пока еще не думали над этим вопросом? — Пока еще не думал, это большая ответственность. Но, как я уже сказал, работа должна быть в команде. Поэтому все зависит от того, какая сформируется Дума, какой состав, будут ли эти люди поддерживать и помогать. Но, в любом случае, этот вопрос рассматриваю, потому что поддержка главы региона имеется. И вот раньше, когда вы говорили, были конкурсы, то есть, ну да, заявление подавал, но перспективы какой-то не видел, потому что не было поддержки региона. А один в поле не воин, поэтому вот так получалось. — Какие-то возможные совместно в ближайшее время мероприятиям пройдут с участием вас и временно исполняющего главы нашего региона? Ну, совместные рейды, осмотры пространств городских? Или это такая ежедневная работа, которая, как и проводилась, таки... — Ну, это ежедневная работа. — Не останавливается, да. Чувствуется заинтересованность, безусловно, до временно исполняющего обязанности главы нашего региона. — Можно сказать, и в субботу, и в воскресенье всегда на связи, там. Поэтому здесь каких-то вот таких рейдов... Просто люди не любят вот такое, что вот там с камерой куда-то пришел, что-то показал. У нас это текущая работа. Действительно, иногда надо людей информировать об этом. Ну, это текущая работа. — Хорошо, спасибо. Я смотрю на время, и истекает как раз-таки минуты, секунды уже последние беседы с Вячеславом Симаковым, исполняющим обязанности главы администрации города Кирова. Удачи в любом случае. Мы со своей стороны готовы информационную поддержку оказывать всевозможные начинания на этом поприще с той же самой целью для того, чтобы улучшать по всем направлениям жизнь жителей нашего города. Спасибо, Вячеслав Николаевич. — Спасибо. — Да, до новых встреч. До свидания. — До свидания. — До свидания.